Колька, а ты знаешь, у меня есть одна штука, которая появилась после того, что я начинал жить в России. Ничего себе из Мексики, а ты по-русски говоришь? И вот, она сказала, я уеду из Мексики в Красноярск, потому что здесь очень холодно. Мы как мексиканцы как-то больше терпим холод. Вопрос это, откуда знаешь русский язык? У меня есть два блуда, которые я вообще не могу терпить. Как дела у Бероника Кастро? Как будто мы спим вместе. Привет, amigos, с вами Кике, ваш любимый репетитор по испанскому языку. А сегодня со мной Корхе, очень хороший друг, тоже мексиканец. И мы сегодня отвечаем на вопросы, которые чаще всего получаем. Почему вы приехали в Россию? И тоже будем говорить, что мы думаем о русских, наши впечатления, что нам нравится, что не очень нравится, но мы привыкли, наверное. Корхе, я тебя хотел спросить, обычно русские нам спрашивают, почему вы решили приехать в Россию, когда вы из Мексики, где там всегда жарко, тепло. Это действительно правда. Но почему поменять нашу теплую зиму на минус 3, минус 15, даже минус 30 градусов? Да, вообще вопрос, я думаю, что не простой, но мне кажется, что нам нравится вот такая экзотика. У нас всегда рассказали, да, здесь Россия, вот такая огромная страна, такая холодная, так, конечно, приятно это увидеть в следующую. А тебя не пугает холод? Вообще нет. Да, я единственное, что хочу признаться, что первый раз, что видели снег, это было здесь в России. То есть я впервые со 22 года я увидел снег. Это невероятно для русских, но для меня было прекрасно, не знаю, такое Рождество, Новый год, весь снег, как-то, весь сухо. Даже у нас в Мексике продают такие искусственные снег, чтобы, не знаю, может, наверное, для вас смешные, но это продается. Да, 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 есть такое. И ты знаешь, Корхе, мне кажется на самом деле, что мы, как мексиканцы, как-то больше терпим холод. Я думаю, что это правда, а еще я тут хотел сказать, что есть такой стереотип, что в Мексике всегда жарко. Но это на самом деле не то. На севере, вот, бывает снег каждый год. На горах, обычно. Да, 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 в горах. А вот города, как это Хуарис, как это Чиваева, вот, бывает снег, да. А так я из Мексики, отец Крэтера. Очень холодно может быть утром, да, вот. И, ну, я вообще люблю холодную погоду. Ну, на самом деле у нас есть очень большой перепад. То есть, когда зима, допустим, утром может быть 3 градуса. 3 градуса, да, да. И это примерно до 6 утра. Как только выходит солнце, можешь подниматься до 15, плюс 15. Да. И потом днём даже может быть 20, 25. Да. Поэтому это у нас очень интересно, что когда ты выходишь дома, ты всегда в курке. Потому что очень холодно, потом жарко, а ты всё равно не хочешь тащить курки с собой. Поэтому всё равно наденешь, если это ещё в 25. Да. И поэтому в Мексике все всегда входят в курку. Знаешь, я заметил, это главная разница, что русские, они привыкли, что дома всегда есть отопление. Ага, а у нас такого нет. То есть, у нас будет утром минус 15, минус 20, даже минус 30. И всё равно ты приходишь домой, и ты знаешь, что там будет плюс 22, в лучшем случае, да? Да. И всё, и они очень тепло спят. А что происходит в Мексике? Если у тебя на улице 5, это значит, что дома может быть даже и 4. Дома сделаны, чтобы было прохладно. И поэтому, что мы делаем, мы покупаем тёплую одежду, одеяло тёплое, всё это мы делаем, да? Поэтому я привык как-то спать, когда холодно. А русский человек не сможет, когда холодно. У нас 5, 4, 6 одеяла, всё полоспал. Я сейчас вспомнил, у меня была подруга из Красноярска. Она жила в Пуэбле, и она сказала, когда родила ребёнка, она сказала, я уеду из Мексики. И в Красноярска, потому что здесь очень холодно. Вот. Это смешно, на самом деле. Ребята, хочу вам напомнить, что я учитель испанского, так что, если вы хотите заниматься со мной, пожалуйста, пишите. Я подберу самый подходящий метод и вариант для вас. Как тебе еда? Русская еда, это она специфическая. Тем более, для мексиканцев. Что у нас тоже очень специфическая еда. А я вообще люблю русскую кухню. Например? Я овощаю пельмени. Да, согласен. А ты студент, это отлично работает, потому что, в принципе, не очень дорого. И не сложно приготовить. Не сложно приготовить. Да. Хотя я тебе могу признаться, что первый раз, когда я купил пельмени, я думал, что они должны быть просто в холоду. Я поставил в холодильник, а не в морозилку. Потом я открываю упаковку, они были такие... Я знаю. Но я был студент и решил все-таки готовить это. Ну, а кроме пельменей, что тебе нравится? Уф. Я думаю, что список вообще большой. Но я люблю виногрец, я люблю солянку, плов, борщ. Сало попробовал? Какой? Сало. Да. Люблю. Такой жир медведя. Что еще? Вареники? Да, кстати, я... Ты знаешь, мне сложно. Я очень люблю борщ, но всегда, когда говорю, я люблю борщ. Я слышу, типа, это украинский суп. Да, да, да. Ну, и плов из Узбекистана. Есть что-то, которое тебе не нравится? У меня есть два блуда, которые я вообще не могу терпеть. Я могу угадать, наверное, одно, которое тебе не нравится. Давай. Холодец. Да. Это правильно? Это просто кошмар, ребят. Я думаю, вообще, да, иностранцам не нравится. Да, это... Это не понимаю, для кого было сделано, но... Просто у нас в Мексике обычно такие... Получается с фруктами и сладкое. Да. А когда я просто вижу, что там плавит мясо... Вообще, не очень. Что еще тебе не нравится? Окрошка суп. Ага, это я не попробовал. Да, это, допустим, как будто у тебя есть салат, и ты случайно там налил кока-колу, но в этом случае это как квас. Нифига себе. Так, я люблю квас. Тогда, возможно, тебе не нравится? Ты знаешь, сейчас только вспомнил, что там тоже будет кефир, но в Мексике продаются, но вообще не очень известный, да? Вообще, я думаю, первый раз, когда попробуешь кефир, вообще, как мексиканец, непонятно, что за вкус. Да, ты знаешь, даже у меня есть интересный опыт с кефиром. Первый раз, когда я купил кефир, я думал, что кефир – это какой-то бренд. Ага. Я только посмотрел. Я думал, что это молоко. Ага. Да, 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 да. Молочные продукты, и бывает. Да, знакомая история, потому что, когда мы с другом спа там были, и там здесь, в Москве, я сказал, «О, кажется, молоко сейчас портало». Нет, это кефир. Хотя у нас просто не очень привычно. Да, да, да. Но, кстати, я вот все связано с сырниками, творог, все это я очень люблю. Это отличный завтрак. Ой, да, 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 я тоже люблю. Да, 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 я тоже люблю. Мне кажется, такой, у нас есть типа творог, но там очень соленое. Угу, да, 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 тут очень вкусно. Да, здесь вкусно, и ты можешь много коктейлей молочных делать, и получается очень вкусно. А ты любишь блины? Скорей. Блинные совсем. Ты знаешь, я не такой рыбный человек. Ага. Я могу это все есть, но вместо сыра мне гораздо лучше. Ну, ребята, если вы еще не подписывались, пожалуйста, подписывайтесь. Здесь вы можете найти очень интересный контент и уроки испанского языка совершенно бесплатные. Поэтому посмотрите. Я тебе хотел сказать, что это для меня очень смешно, что я научился сказать, что не холодно, когда, допустим, на улице плюс три, ноль градусов, даже минус два. Вы представляете, мексиканин, типа, а, как погода? А, нормально, не холодно. Потому что иногда мама мне звонит, спрашивает, как там погода? Я типа, нормально, не холодно. А сколько градусов? Я думаю, минус два. Ну, что? Это не холодно. Минус два? Да, да, да. Ну, понятно, ребята, бывает минус тридцать, поэтому мы и начинаем оценить, когда только минус два, а не минус тридцать. Да, я помню, когда тоже был в Уфе, там было минус тридцать пять. Это было холодно, да. Но, да, начинает, типа, привлекать к тому, что не холодно, когда минус два, ноль. А в Мексике, конечно, если у нас плюс десять, люди в перчатках. У нас в России есть что-то, которое мы очень любим и ценим. И это, конечно... Безопасность. Безопасность. Здесь так круто, что ты можешь гулять поздно вечером. Например, мы сейчас гуляем вечером с фотоаппаратом и все спокойно, убиваемся. И вообще не переживаем. Да, я не верю, что я бы и так мог гулять... Не, конечно, Мексикой и есть... Это сложно, ребята. Как сказать? Наверное, если говорим именно про город Мехико, ночью вообще никак. Это опасно, да-да-да. Мы из столицы, поэтому... Я не из столицы, поэтому мне сложнее, но я чувствую вот это напряжение, что прям, не знаю, ты в опасности все время. И да, а в Москве очень интересно. Ты знаешь, тоже, когда я приехал в Россию, мне так удивило метро, что люди, ты знаешь, они там доставляют всякие разные гаджеты. Ага, да-да. И планшеты, и телефон. Они спокойно в метро все это читают. Да, я не знаю. Наоборот, у нас, когда ты пользуешь метро, мне кажется, типа, выглядит как можно больше постраднее. Впрячь, не достань ничего, потому что если они убьют ценность, они могут просто собрать, влежать. Да, вообще не нужно рисковать. Вот, особенно, я говорю про Мехику еще раз. А знаешь, даже в Мексике продают, типа, телефоны, которые, они, типа, фейк. Представляете, какие в БИИ бизнесе есть? Это... Сейчас, я это слово знаю на русском, как это называется. Аналог. Это муляж, муляж. Это называется муляж, да, так выглядит как оригинально. Да, вы представляете, у нас в Мексике есть бизнес, муляж, телефон. Но, если они будут тебя воровать, ты достанешь фейковый телефон, чтобы оставаться... И, знаешь, я советую, что у нас есть такие, как кошельки, как, допустим, на носках, все это, потому что, что у тебя было всегда деньги. Да. Я то и слышал, что, допустим, в столице, обычно, так как понимают, это бороют больше внутри автобуса. Да, да, да. Не то, что в метро, а именно в автобусах. Да, на самом деле так и есть. Я услышал, что, допустим, они советуют, что у тебя было два кошелька. Да. Одна, где действительно есть свои деньги, а вторая, если вдруг есть какая-то экстренная ситуация, ты просто выдаешь вторую, где там есть... Ну, осторожно, потому что, если это вот вандиты замечают, что ты хочешь обманывать, обманывать... Ага. Вот. Это еще лучше, да? Проблема будет. Ну, просто, ребята, вы знаете, если вы хотите делать бизнес в Мексике, просто, может, открывают магазин, пуляшь телефоны и планшеты, люди покупают. Да, да, да. Порхе, а ты знаешь, у меня есть одна штука, которая появилась после того, что я начинал жить в России. И это посмотреть срок годности продукты. Ааааа... Ты физики-то делал? Да, я помню. Нет, никогда. Но здесь, когда я тоже начал жить здесь, обязательно типа, ага, и вот. Да, 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 то есть, я раньше не знаю, я не помню язык, но я просто взял все в тележку и пошел, и нормально. А здесь сметана смотришь, яйцо смотришь. Все. Все смотришь. Я все смотрю, я ничего себе. Но здесь как-то, мне кажется, и фрукты, не знаю, как-то более еще не спелые-спелые, а потом сразу уже все черные. Да. Как-то, не знаю, как-то здесь еда быстрее подсится. Да, странно так. Я не знаю, если потому что они дома, и дома сухо, из-за отопления. Не знаю, какая причина. Какие реакции были у людей, когда они знали, что ты из Мексики? Какие вопросы обычно создают? О, очень хороший вопрос. Потому что иногда будут очень смешные вопросы. Вот. Вот, ответов разных и многих. Да. Я вечно, типа, ничего себе из Мексики, а ты по-русски говорю. И вот, самый, самый повторяющий вопрос, это откуда знаешь русский язык. Да. Вся жизнь такой вопрос есть. Но реакция, типа, Мексика, наркотики, у тебя есть текила. А где твой сомбреро, а усы где, а почему ты в России? Ты знаешь, я могу сказать, что мой любимый вопрос, это как, типа, как дела у Вероника Кастро? Как будто мы спим вместе. Я думаю, ну, наверное, хорошо там, гуляет в Мексике. Да, но это круто, потому что на самом деле я не знал, что здесь столько сериалов были в России, даже на русском языке настолько сильно влияли. Понятно, это уже как-то, уже более как старые поколения, они все посмотрели, типа, и Тикая Росса, и просто Мария, и Виктория Руф, вот я напоминаю. Это очень интересно, да, как они тепло относятся к Мексике, да, и настолько страстные были эти сериалы, которые, они тоже как-то думают, что мы мексиканцы, мы очень страстные люди. Я думаю, что это правда, это правда, это правда, это правда, да. Я хочу отправить вот это в Мексику, сколько будет стоить? Я напоминаю, я напоминаю, вы хотите на самолеты, либо на поезде? Я такое тебе рассказывал. А я, звезды. Мне очень много раз исправили, что типа, нет, он не мой друг, мы просто знакомы. Я заметил, что есть две вещи, которые очень сильно, как-то русские разражаются от нас, мексиканцы. Первое, это что мы, это интересно, да? Интересно, да, в Мексике вообще такого нет, особенно утром и в выходные, да? Еще другая вещь, которая мне очень нравится здесь в России, то, что люди... А, Куркей, а, наверное, это, конечно, очень такой острый момент, но о менталитет. Давай поговорим немного, как мы ощущаем все это. И это очень странно. Она мне сказала, зачем предлагать то, что ты не готова дать? Муча грязи, амиго. Муча грязи, ате, амиго. Это тьемпо за удаленное время. И я, ребята, надеюсь, что вам понравилось, что... Если было смешно, то же это приятно. Пишите в комментариях, если у вас было какое-то отношение с Мексикой, Латинской Америкой, как на ваших глазах. Или анекдоты точно. Да, и анекдоты, вы теперь узнали нашу правду, скажите, как вы думали, наверное, может быть, и так и знали, или есть что-то новое для вас. Ладно, спасибо, Энрике, и спасибо всем. С вами Кике, ваш любимый преподаватель по испанскому языку. И мой многоуважаемый друг Курки. Конечно, спасибо, Кике. Пока, пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok